Виктор Никифоров родился 14 июля 1964 года в Москве. Первый свой срок Виктор получил, когда ему исполнилось 18 лет. Причем суд сразу приговорил его к пяти годам строгого режима за хулиганство и умышленные телесные повреждения. В тюрьме Виктор быстро освоился и сблизился с криминальными авторитетами, которые в дальнейшем его короновали и дали прозвище Калина. Становлению Виктора в качестве вора поспособствовала его мать Калина Никифорова, которая имела связи со многими криминальными авторитетами в Москве. Сама она являлась хозяйкой одного из столичных баров, в котором любил собираться весь блатной бомонд города. Но помимо торговли спиртными напитками в баре Калина промышляла распространением наркотических средств, сутенерством и продажей краденных вещей. Возможно, именно такая репутация матери Виктора и повлияла на столь суровое наказание при первой его судимости. Об отце Виктора ничего не известно. Ходят слухи, что им мог быть один из самых авторитетных воров в законе Вячеслав Иванков, япончик, ведь Никифорова была с ним в достаточно близких отношениях. Однако сам япончик не признавал родства с Виктором, называя его своим приемным сыном. Но в его становлении особой роли япончик не играл, поскольку большую часть времени проводил в колониях, поэтому наладить связи в криминальном мире Виктору помогла все та же Калина Никифорова. Она свела сына с такими авторитетными ворами в законе, как Алик Тахтахунов, Тайванчик и Владислав Тюрин, Тюрик. За свою жизнь Витя Калина еще дважды оказывался за решеткой все по тем же статьям, что и в первый раз. Сложно предположить, каких врагов он нажил себе за свою криминальную жизнь. Однако 14 января 1992 года на приемного сына япончика было совершено покушение, в результат которого Калина не выжил. Похоронен Виктор в Москве на Востряковском кладбище.